Привет-привет, друзья! Улами Амигос из солнечной Испании! Сегодня я хочу вам показать небольшой ресторанчик, который находится где-то, наверное, минут 10, даже меньше езды от Сата Гранды в сторону Марбей. Так, это вот городок Манилва и Сабини. Есть тут как бы промежутки, вот вы видите, позади меня. Это центр, бывший центр Роски. Не знаю, бывший, наверное, закрыт, потому что сейчас все закрыто. И наверху вот мы увидели рекламу, Сата Гранда, ресторан индийский, конечно. Многие из вас смотрят видео, знают, что я просто обожаю индийскую еду. И где бы мы ни были, в разных странах я всегда вместо того, чтобы пробовать в основном местную еду, кухню, я выбираю индийские рестораны. И вот, наконец-то, за столько много лет, побывав во многих странах, самый классный ресторан. Он, конечно, он очень простой, то есть там как бы ничего такого нет, да. И тут вроде как на перекрестке дорог, можно сказать, автомобили он ездит. Ну, там будет небольшой вид на море. Неприметный ресторан. И здесь самая-самая вкусная индийская еда. Честно сказать, вот в этом месте, в Испании, я нигде не пробовала. Мы перепробовали все рестораны на Гибралтаре. Я надеялась, что там будет что-то хорошее, так как англичан там намного больше, и англичане предпочитают очень индийскую еду. Это как бы номер один, да, в Англии сейчас. И я была очень разочарована, но попробовав здесь, я просто обалдела. То есть мы как-то с мужем увидели рекламку и решили, давай попробуем. Вроде рекламируют прям в самом Сотогранде. Может быть и неплохой ресторанчик. И действительно, вот сегодня мы едем на обеденное меню, специальное меню. В прошлый раз мы вот с ним заехали вечерком, и очень понравилось. Ребята, ну прям классно. Если вы будете вот здесь, это Манилова, Сабиниес, ну возможно из Тепона. Мы где-то видели вот в стороне Марбеи тоже где-то, называется Мини Индия. Очень вкусная индийская еда, ребята. Вот не пожалеете, если хотите на самом деле попробовать настоящую вкусную, это вот будет ваше место. Мини Индия. Потому что я говорю, даже в Англии уже сколько раз мы были, ходили, уже не то вот все делают. То слишком много масла, то недоперченое, то какие-то непонятные вообще специи. Там тика масала вообще на себя не похожа. Мне вот, например, нравится тика масала, карри. А здесь вот именно то, что надо. И самое вкусное, это хлеб Пашвари, который Пашвари Бретт называется. Он с изюмом и там, по-моему, кокосовые стружки. В общем, это вот прям вот точь-в-точь такой вот, как он должен быть. Почему говорю, откуда знаю, потому что вот, когда мы первый раз пробовали индийскую еду с нашими индийскими друзьями, вот у нас друг водил ресторан, вот она была именно такая-то еда. С тех пор, не знаю, ресторан то ли закрылся, то ли еще, что вот сколько мы ходили, вот, ну, нигде не было подобия. А именно здесь мы нашли, ну, просто обалдеть. В общем, сейчас я вам покажу, как выглядят блюда. Но они очень вкусные, поэтому, ребята, не пожалеете. Так, меню 9,90 евро. Сейчас будет вот это дневное меню. Посмотрим, что там включено. И то, что уже точно не помню. Там что-то у нас на первое, что можно выбрать. Потом основное меню. И, по-моему, можно выбрать рис, хлеб и что-то на десерт. Вот, смотрите, так у нас ресторанчик выглядит изнутри. Здесь у нас вот небольшое патио, где можно, в принципе, видеть море. Здесь вот есть. Но единственное, что, конечно, немножечко шумно, так как автомобили ездят. Поэтому, я говорю, как бы не какой-то там крутой ресторан, обычное место, но где можно очень-очень вкусно покушать. Значит, так, смотрите, у нас вот меню. Вот можно выбрать, да, 3 тарелки. С часа до 4, во-первых. Значит, смотрите, вот первый у нас выбор. Это вещето-балсамоса. Такие типа пирожки с овощами, курочка. И это из сделанного лука. Это вот я, вот это я не люблю, потому что лук. Так, дальше можно выбрать что-то из главного меню. Здесь, значит, либо вегетарианской, либо из курицы. То есть, ну, тут очень долго объяснять, что это все означает. Если что-то выбирать будете, лучше спросить у них. Я обычно беру тико-масало. Я беру тико-масало, а муж у меня либо Джалфрейзи любит брать, либо Роган Джош. Роган Джош обычно делается с бараниной, но вот у них дневное меню либо вегетарианское, либо куриное. То есть, не будет баранины. Также я вот люблю корму брать. Но здесь я еще не пробовала. Тико-масало пробовала, была очень вкусная. Так, значит, дальше можно выбрать либо рис, либо хлеб. И на десерт, значит, либо кофе, либо у них есть такой очень вкусный десерт из манго. Я буду брать десерт из манго. Точно. То есть, вот такое меню. И это все у нас 9,90 на человека. Мы начинаем вот с этих папа-дамс. Здесь у нас вкусные соусы, также напитки мы взяли безалкогольные. В общем, это все не включено в меню. Это все отдельно идет. Так, нам принесли вот самосы. И наконец-то десерт. Мандовые мороженые.